так ну что мы с вами где в мексике канкун прям не верится я всегда мечтала попробовать себя в роли ведущей вот сейчас должно получиться и сегодня мы едем на остров ислам ухерос остров женщин все элементарно просто здесь есть несколько станций для отправления вы приезжаете покупаете билет 10 долларов стоит в одну сторону 10 долларов обратно принципе все как у нас машины люди движения только чуть-чуть больше пальм конечно и тепло здесь практически все время ну мы 35 40 градусов ну очень очень тепло и и хорошо сейчас мы пройдемся с вами в береговой линии посмотрим что здесь и как здесь я обещаю что все вам покажу будет невероятно интересно именно так выглядят кассы где вы можете купить билеты ознакомиться с экскурсиями на острове я сразу купила билет на кораблик в который включается стоимость четырехчасовой экскурсии вдоль острова снорклинг это погружение с маской и трубкой а также обед стоимость 32 доллара посмотрим так выглядит причал отправляемся с вами на кораблик наш желто-блокитный так вот там вдалеке мне ближние позволяют подойти вы видите затонувшую лодку это последствия урагана который был совсем недавно друзья мои абсолютно не имеет смысла ехать на втором этаже без крыши под палящим солнцем потому что мы едем не прям на остров исламу херас а мы еще заезжаем параллельно в несколько мест собираем людей внизу уже просто нет места поэтому я продолжаю сидеть здесь на вам на будущее не стоит садиться на крышу в 12 часов дня потому что жарко жарко безумно друзья мы с вами отправляемся на остров которому более 1500 лет в далекие времена здесь жила древняя цивилизация майя первые упоминания датируются 564 годом именно эта дата указана на одной из найденных колонн на острове в доколумбовые времена здесь находилась поселение и каб и лишь в 1517 году конкискадоры впервые прибыли на остров и обнаружили на нем множество каменных идолов женских скульптур посвященных богине и тшел именно поэтому остров назван исламу херас остров женщин при выходе с кораблика вас встречают люди разные очень много людей они предлагают гольфкары мопеды и велосипеды на прокат потому что ну так на самом деле удобнее но я решила начать с водной с водной экскурсии сначала а потом уже разберусь как дальше в общем-то удивительно о чем я подумала билета я купила но я абсолютно не оставила ни своих контактных данных и на телефон оказывается нужно выйти из кораблика и просто показывать свой билет и тебя встретят проведут и так далее как сейчас получилось он как бы привел меня к столбу на открытом солнце и говорит ну все ждем ждем дальше этот чудный кораблик и вокруг куча корабликов я раскатала губу что буду ехать именно на таком посмотрите что за мной приехала судя по всему я одна вот она кораблики заниматься снорклингом отлично спасибо что не лодка с веслами это тоже хорошо такой чудный капитан этого судна и да я поняла оставлять здесь ok вот июнга капитан июнга мы втроем отправляемся куда-то куда-то в плавание ну как бы я готова к погружению вот они мои чудные большая часть моих подводных съемок именно в таком ракурсе это мои первые шаги к подобной съемке неплохо было бы переключить камеру но под водой не видно будьте внимательными в общем здесь я чувствовала себя как и в кустах который только начинает исследовать морское дно 1996 году западное побережье острова получила статус национального парка и именно здесь находится цепочка коралловых рифов которые являются частью мессоамериканского барьерного рифа возраст которого ученые оценивают в более чем 125 тысяч лет под водой было невероятно красиво и интересно мне абсолютно не было страшно тем более наш подводный гид дедулечка мексиканец все время держал меня за руку и вовок за собой показывая пальцами рыбы кораллы морских ежей камера к сожалению не передает всех эмоций и красок которые есть на дне карибского моря но здесь поистине невероятно и если вы будете в этих краях я рекомендую взять вам трубку с маской и все-таки исследовать морское дно а это уникальный в своем роде подводный музей в котором на дне морском собрано несколько сотен скульптур в натуральную величину потрясающее зрелище эти скульптуры созданы из специального природного материала для роста кораллов таким образом местные жители и государство в принципе сохраняет естественную морскую среду я же оставлю для вас здесь фотографию как это должно выглядеть и вы видите мое видео как это на самом деле дародон а а а а а а и а а и и Друзья мои, те, кто укачивается на подобных корабликах и мероприятиях, мы вам не сюда или сюда с таблетками. Как я укачалась. Сюда мы приехали кушать. Это то, что здесь в море. Морские звезды, ракушки музыкальные. И какой-то мужчина, который все время играет на трубе. Здесь же можно сделать перекюр, маленькие птички могут почистить ваши пяточки. Вот это вот место называется буфет. И сюда привозят всех странников на лодке. Сейчас посмотрим, чем кормят здесь. Потому что уже, честно сказать, проголодалась. Ну, в общем-то, вот в этой общественной столовой достаточно нормальный выбор разных блюд. Можно и мясо поесть, можно и рыбу, салат, овощи тушеные, пюрешку. Ну, в общем, выбор нормальный, кормят хорошо. Вот у меня вот такой этот. Протяженность острова всего лишь 8 километров в длину и 500 метров в ширину. Поэтому пойду-ка я пешочком гулять. Гулять пешком я люблю. Пойдемте со мной. Пешком ходить невозможно, потому что вокруг мангровые леса, заросли, очень влажные и очень много комаров. Поэтому ищу машинку. Поедем на гольфкаре. Так, вот мои права в Украине. Кстати, кто летит в Мексику, пожалуйста, привезите. Но скоро должны привезти. И гольфкары, ничего нельзя водить без водительского удостоверения. Поэтому сейчас ищу, как я могу решить этот вопрос. Скоро вернемся. В общем-то, вопрос решается быстро. Я поехала на мопеде, и меня подвезут просто один кружок вокруг острова. В общем, вот водитель. Мы поехали вместе. Ну, как мы погнали. Ну, вот так можно выйти из любой ситуации. Сейчас будем смотреть по сторонам. И покажу вам, что здесь есть, да и сама посмотрю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И вот мы с вами доехали до невероятно красивого места на острове. Это самая южная точка мыс Пунтасур. Он отличается отвесными скалами, склонами, бушующим морем и волнами. Здесь же находится парк скульптур, который был построен совсем недавно. В нем представлена интерпретация образов майя. После я отправилась к самому важному месту на острове. Это храм богини Ишчель. Ну, или руины, как вы видите. Все, что от него осталось после серьезного урагана, который был в 1988 году. В древности именно это место являлось священным. Но и по сей день оно обладает невероятной силой и энергией. Многие женщины приезжают к нему просить о семейном благополучии и детках. По сей день сохранилась традиция жителей острова. Они встречают рассвет Нового года именно в этом месте. Я ни на секунду не пожалела, что оказалось здесь. Это невероятная какая-то красота вокруг. Посмотрите, вот там какой солнце. Посмотрите. Сейчас мы дойдем до него. Ай, не видно. Оно безумно красное и красивое. Рядом с островом пролегает миграционный путь китовых акул. И в период с мая по сентябрь у берегов можно наблюдать большие скопления этих морских животных. Лучше всего отправляться на этот остров в 7-8 утра и возвращаться в районе 8-9 вечера. Рекомендую вам обязательно встретить здесь закат. Это невероятно красиво. Меня не выгонят просто, чтобы попасть сюда. Надо было перелезть через это. Так, вот я ходила, а мои ребята, которые возили, они здесь. Это прекрасное завершение сегодняшнего дня. Я в ожидании своего кораблика, чтобы вернуться в Канкун. Если вы будете в Мексике, обязательно побывайте на острове из Ломехера. Здесь очень-очень красиво. Вам очень понравится. Обещаю. А я сегодня ночью начну монтировать видео, потому что мне безумно-безумно интересно. И, пожалуйста, если будет возможность, напишите там комментарии, как вам, что вам. Обещаю, что скоро куплю микрофон. Обещаю, что скоро куплю стабилизатор, чтобы не было дрожащей руки. Вот такой вот, как у меня обычно. Но, тем не менее, я надеюсь, что это будет интересно и мне, и вам. Спасибо огромное, что вы есть. Друзья, я-то думала конец сегодняшней истории, а нет. Вот, меня привезли на какой-то другой вообще пункт. Я не знаю, где я в Канкуне, но сейчас буду искать дорогу домой. Вот, в общем, я еще и уточнила, это последняя станция, потому что я осталась сидеть одна. Он говорит, да, это последняя станция, так что сейчас покажу вам, как выглядят здесь маршрутки, автобусы. Будем искать дорогу домой. Я нашла какую-то маршрутку. Доби, едем. Вот, только я что-то, что-то я одна в маршрутке. Что-то стрёмненько как-то, но я все-таки надеюсь, что меня, господи, довезут. Вот, я с породой не до мороза просто съеду. Ну, как бы меня высадили дальше, а теперь куда? Говорят, какой-то автобус дальше. Ну, пойдем искать автобус. Ну, вот как бы мы в автобусе едем. Автобус, только куда мы едем, я пока не поняла. Сейчас узнаем. Фух, какой чудесный длинный день. Я почти у дома. Фух. Все, дорогу нашли, все хорошо. Сегодняшние лайфхаки от меня. Если у вас разряжаются телефоны, вы не можете найти зарядку, ищите его, как я, после розеток, потому что там много зарядок туристов, и они с радостью делятся с вами. Что еще? Ну, любые ситуации спрашивают, спрашивают, спрашивают людей. Они всегда помогают, особенно в Мексике. Ну, да, я попадаю в разные ситуации, но в целом сегодняшний день показал, что люди очень-очень отзывчивые, и в целом все прекрасно. Нужно просить о помощи, если она нужна, и тебе помогут. Вот это основной лайфхак. Всем хорошего вечера, дня, утра, что там у кого как.